И для меня очень приятно присутствовать такой аудитории, потому что я считаю очень важным обсуждать вопросы развития человеческого капитала, новых компетенций и потребностей в кадрах не только с представителями дирекции по персоналу, но в первую очередь с людьми, которые непосредственно руководят производством, непосредственно занимаются предоставлением услуг. Они гораздо точнее и лучше понимают те дефициты, которые есть у их подопечных и у них самих. Я считаю, что очень важно применять принципы вытягивания бережливого производства при разработке любой конструкции. В первую очередь ориентируясь четко на ту потребность, которая есть у клиента и в первую очередь фокусируясь на экономии времени и ресурсов потребителя образовательной услуги. Сейчас очень важно сформировать у инженера технологического персонала всех уровней способность быть гибкими, способность менять свою рутинную профессиональную деятельность раз в год, а иногда даже несколько раз в течение рабочей смены. В современном мире кастомизация – это тот тренд, который мы уже не сможем ничего сделать. Он есть, он идет, и все абсолютно уровни персонала должны быть готовы к тому, что сегодня они производят одну продукцию, завтра они производят другую продукцию. Более того, по всем обзорам и исследованиям, человек 10-12 раз будет менять в течение своей жизни профессию. Поэтому способность учиться и вот такой некий кругозор – это тоже очень важная вещь. И мы стараемся в наших программах формировать у человека в том числе некую любознательность, желание постоянно развиваться, постоянно совершенствоваться. Как организация, так и непосредственно человек должны постоянно совершенствоваться, и без этого не будет конкурентоспособна ни фирма, ни производство, ни каждый конкретный человек. Национальная технологическая инициатива – это объединение людей, в первую очередь людей, которые хотели бы построить вокруг себя, в своих университетах, в своих компаниях, на промышленных предприятиях, новую промышленность, новую экономику. На данный момент есть отдельные стартапы, отдельные технологические компании, которые могут стать, если хотите, такими национальными чемпионами, которые мы можем выверсти на мировой уровень. Так вот наша задача – создать для этих команд, для этих организаций ту среду, в которой они смогут себя реализовать. Но при этом мы понимаем, что через 15-20 лет уже не наше поколение будет задавать тон, собственно, в разработках инженерии и в производстве. Поэтому очень много внимания уделяется и подготовке подрастающего поколения, работе с старшими школьниками, а не только даже с студентами вузов. Если мы говорим об индустрии 4.0, то есть о массовом и тотальном проекновении цифровизации, автоматизации, компьютерного моделирования и даже цифрового производства практически во все сферы жизни, то, наверное, этот же подход надо транслировать и в систему образования. То есть, может быть, не обязательно сейчас учить студентов проектированию каких-то конкретных новых материалов или роботизированных линий, но мы должны их учить в цифровой среде. Я считаю, что форма организации обучения иногда даже сильнее влияет, чем, собственно, само содержание. Если вы в процессе обучения делаете какой-нибудь курсовой проект, инженерный проект с ребятами из других стран или из других городов, вы сразу понимаете, что значит работать в цифровой среде, что значит работать в виртуальной распределенной инженерной команде. Я бы хотел однозначно выделить выступление представителя Германии, который, на мой взгляд, рассказал о некоторых только примерах, очень важных для нашей промышленности решений, а именно как повысить эффективность существующих, действующих производств. Как сделать эффективным гринфилд, то есть построить с нуля завод, наверное, в целом понятно. Как прийти на завод, на существующее промышленное производство, понять его зоны неэффективности и реализовать все современные подходы к автоматизированному цифровому новому производству на существующей производственной площадке, вот это действительно очень интересное решение. На самом деле коллеги из Германии очень часто говорят, что у них очень схожие с нами проблемы. Старая промышленность очень много проинвестирована в оборудование и фонды, и им нужно поверх старой промышленности строить индустрию 4.0. Я считаю, что это выступление блестяще продемонстрировало, что это возможно. Надо только медленно, спокойно, аккуратно с этим разбираться. Редактор субтитров А.Семкин